Всем доброе утро! У кого-то, может быть, оно доброе, у нас не очень. Анютка заболела. Болеет уже несколько дней. Мы сейчас, нет, через пару часов поедем в поликлинику сдавать анализы. Рентген вчера делали. Надеюсь, что всё будет хорошо. Нам прописали вчера антибиотики, так что, бедные Анютки, колем сейчас уколчики опять эти болючие. Я как представлю, вот если бы я сейчас была на работе, и у меня бы просто... У меня бы просто была душа не на месте, если бы я сидела на работе, где-то зарабатывала деньги, которые совсем не так важны. А мой ребёнок сидел бы, болел без мамы. Не надо плакать, а то Аня распроится. Чего, моя хорошая? Ты не болеешь? Болеешь? У тебя болит что-то? Да. Ладно, сегодня у меня ещё будет парочку дел. Надо в садик сходить, потому что мы, как вы знаете, переводимся в другой садик. Наши люди расформировали, закрывают, потому что аварийный корпус. Сейчас покажу вам, какой у нас сегодня туман. Это вот такой туман с вечера, со вчерашнего. Это он уже начинает рассеиваться. Вечером просто вообще не было видно низги. Очень был густой туман, и прямо на фоне фонарей было видно, как вот эти вот клубы пара двигаются в воздухе. И вообще такая красота, короче, что такие завихрения были в воздухе. У тебя песочница тут, да? Он был нескольких цветов, и она, в общем, их все смешала. И он получился такой страшненький, какой-то миксованный, какой-то чёрно-зелёный-красно-жёлтый. Вот, короче, пусть сидит, играет. Не буду её отвлекать. Называется Баба Юля. Это я только что набрызгалась сухим шампунем от Avon. Да, это, конечно, кошмар. Такое распыление просто, прям чётко, белое, белый порошок. Написано, блин, не видно, на одну-две минуты оставить, а потом расчесать. Не знаю, сейчас посмотрим, впитает он жир или нет, потом расчешу. Я причесала волосы. В принципе, я вам скажу, даже очень неплохой эффект. Мне нравится больше, чем от шампуня Сьёс. По-моему, Сьёс у меня раньше был. Смотрите. В принципе, никакого жирного блеска. И вот эта вот вся пудра впиталась, ушла. Просто я причесала хорошенько так волосы. Вот. И такой небольшой даже объёмчик прикорневой появился от этого порошочка. В общем, я довольна, если честно. Я не ожидала, что будет такой эффект. Волосы, ну, вообще, практически, как будто вот только-только помытые, такие рассыпчатые, свежие. Вот. Короче, мне понравилось. Я не ожидала, что от Avon сухой шампунь мне так понравится. Ну, посмотрим, насколько эффекта хватит. Хотя бы на день хватит или нет. Вот, видите, даже на свету видно, что нету жирного блеска. Всё, я пришла по делам. Чё-то у меня так нога левая болит вообще. Невозможно прям вставать, она же хромая была. У нас на улице всё ещё туман не рассеялся. Чё-то прям такая погодка, знаете, осенняя. Туман, морозец такой. Осенью пахнет. Я только что ходила в наш садик, который с завтрашнего дня будет нашим бывшим садиком. Всё, вот, с документами решила. Завтра иду в шестнадцатый наш новый садик. Вот. А сейчас я вот на этой грязи иду на работу к себе. Кое-какие документы. Здравствуйте. Надо кое-что на флажку скинуть, короче, о доходах отчёт заполнять, вот. Я уже дома пришла, Анютка проснулась и сейчас буду готовить ей ингаляции. Пока готовила всё для ингаляции, вот, в частности, вот эти два лекарства. Точнее, лекарство одно, а это просто физраствор. Я нашла у себя в шкафу столько всяких БАДов и решила их разобрать, выбросить, что уже просроченное. Это с сайта и витамин мне прислали. Я какое-то время была. Здесь, кстати, на донышке совсем осталось рыбий жир. Здесь какие-то витамины, волосы, ногти, кожа. Это я заказывала для дёсен, когда они у меня были воспалённые, кровоточащие. Как казалось, что всё дело было просто в неправильном прикусе и в излюблении зубов. Ну, всякий, короче, от Фиберлик. Тоже я всего помаленечку попила. Коллаген тоже чуть-чуть попила. Короче, я сейчас хочу прикончить эти баночки все. Я сейчас пью льняное масло ещё. Ну, пока, наверное, перестану. Хочу вот эти вот, короче, допить. Сейчас как раз весна. А витаминоз. Вот эти вот витаминки, мне кажется, вообще уже непригодны для употребления, потому что они там все слежались, слиплись и даже не встряхиваются. Короче, наверное, я их выброшу. Хотя у них срок годности ещё не вышло. Ой. Они открыты, закрыты. Ой, Юля, Юля. Да. Даже не открыла. Короче, сейчас буду разбираться. Кстати, хотите, покажу вам наш ингалятор. Купила вот такой ультразвуковой ингалятор. У нас был до этого такой компрессионный, но... Компрессорный, господи, компрессионный. Компрессорный. И он очень шумел. Дочка его просто ужасно боялась. Убегала в другую комнату, когда я его включала. Короче, я купила ультразвуковой. И она с удовольствием пользуется. Первые два раза, конечно, тоже боялась, но потом привыкла. Значит, я наливаю водичку обычную, чистую, фильтрованную вот до красной отметочки. Затем вот такая вот емкость сюда вставляется, в которую уже заливается лекарство. Мы пользуемся вот таким бирадуалом. Десять капелек капаю. Один, два, три, четыре. Полюбать? Да. Всё. Бобки нету больше. У меня пальчики. Что пальчики? У меня каприска, да? В общем, лекарство накапало. На десять капель вводится натрия хлорид 1 мл. То есть на десять капель бирадуала 1 мл натрия хлорида. Набираю 1 мл с помощью обычного вот такого вот шприца трёхкугового. Просто ввожу иглу, набираю 1 мл и выливаю сюда. Вот всё. Сверху надеваю вот такой вот колпачок. Защёлкиваю. И к этому колпачку присоединяю вот такую вот трубочку с маской. Вот такой. Там было в наборе две маски. Детская и взрослая. Вот я присоединяю детскую. И потом просто подключаю к розеточке. Не трогай масочку. Держи. Индалятор. И вот так вот она сама приходит, садится уже с удовольствием. Сама включает ингалятор и сидит, дышит. Это у нас котик всё повторяет на айпаде. Ты, котик, это киса. Ты, котик, это киса. Не снимай масочку, Аня. Снимай масочку. Ротиком дыши. Вот, пожалуйста. Давай, давай, подметай. Приучаем с детства убирать за собой. Свинячила, да? Разбросала песок? Теперь подметай. Бери с собой, чеканя. Давай. У меня, кстати, сегодня расцвел цветочек вот такой. Я не знаю, как он называется. Если кто-нибудь знает, что это за цветок, напишите, пожалуйста. Я знаю, что у меня есть среди подписчиков девчонки, которые увлекаются цветами. И вы мне всегда помогаете с названиями цветов. Вот такой вот я его в подъезде у мамы тоже оторвала когда-то. И он вообще отлично прижился. Очень такой непривередливый. Я готовлю мужу кушать. Варю картошечку, буду делать пюре. И уже приготовила курочку. В сливках запекла. Кстати, помню, раньше было модное видео. Содержимое моего холодильника. Многие снимали такой тег. Склад винограда. Анютка, когда болеет, она почему-то не ест. Никакие другие фрукты, только виноград. Ей нравится почему-то, не знаю. Так что вот, ну, чтобы её хотя бы чем-то накормить, купили виноград. Я только сейчас опять вспомнила, что я опять снимаю на телефон влог. Я знаю, что ужасный звук и качество хуже, чем на зеркальном фотоаппарате. Но, блин, я ничего не могу с собой поделать. Я, конечно, стараюсь, когда не забываю, включаю фотоаппарат. Но вот реально сегодня просто забыла. Сколько времени уже снимаю дома. И только сейчас поняла, что снимаю на телефон. Так что, извините, пожалуйста, за звук. Переснимать, конечно, уже ничего не буду. Тогда уже доснимаю на этот телефон. Сделаю пюре и буду тоже сама кушать. Муж у меня сегодня на футбол идёт. Так что он у меня обедать не будет. Точнее, ужинать. На фига я тут чушь несу вообще. У нас выглянуло солнышко и так тепло стало. Кстати, последние дни вообще как-то тепло на улице. Я вот думаю, наверное, уже пришла пора мыть все остальные окна, не только балконный блок. Я думаю, что сильной капельи уже не будет. Ничего тут не забрызгает. А то, если честно, на такое окно уже просто страшно смотреть. Кстати, спасибо, девочки, за совет. Я обновила герань по вашему совету. Показывала, что она у меня была длиннющая. Я её обрезала. И вот эти обрезочки поставила в воду на пару дней. А потом новую землю, короче, насыпала и заново просто посадила. Вот старые листики отходят и начинают расти новые. Почему-то вот эта земля покрывается каким-то белым налётом. Что это такое, вообще не знаю. Помните, я вам во влоге показывала, что купила новую зубную щётку. Слушайте, она мне так нравится вообще. Такая блестящая, прикольная. Прям вот для девочек, мне кажется. Субтитры сделал DimaTorzok